Накроет ли Россию третья волна ковида? Насколько лет России хватит запасов нефти и газа? Продажи элитного жилья в Москве установили очередной рекорд. За биткоины, похоже, придется отчитываться и всерьез. Зум перестанет работать в России, пока правда частично. Эти и некоторые другие экономические новости мы обозреваем с вами сегодня в очередном выпуске обзора с Николаем Мрачковским. Рад вас всех приветствовать, всем бодрого начала дня. Я сегодня в походном режиме, нет возможности удачно сниматься, поэтому буду в формате фотографий у вас находиться. Но надеюсь, это не сделает менее интересный выпуск. Новостей довольно много и надеюсь, тоже они вас заинтересуют. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит. Фондовый рынок российский движется в боковом тренде. В отличие от Америки, которая на фоне очередных заявлений о спасении американской экономики и ее поддержании рванули еще сильнее вверх. У нас в ответ на это доллар рванул вверх. Но не только на это, конечно, а на многие иные события и в частности в опасении санкций. Доллар по отношению к рублю, конечно. Тем не менее, российский фондовый рынок на вчера был довольно зелененький в целом. И многое, что подросло и весьма неплохо. Поэтому кто-то, надеюсь, из вас на этом неплохо подзаработал. Нефть у нас постепенно снижается, что оказывает дополнительное давление как раз на рубль. И рубль дешевеет. Как мы видим, за 77 рублей перевалилось. Хотя сейчас, прямо сейчас, когда я записываю, смотрю, находится чуть ниже 77 доллар. Тем не менее, на достаточно высоком уровне. У нас, кстати, буквально пару дней назад, даже вчера, выходил ролик с Евгением Ходченковым на тему того, стоит ли покупать доллар. И если вы задумываетесь о том, покупать или нет, то прежде чем покупать, обязательно посмотрите видео, когда и как покупать доллары. И когда нельзя ни в коем случае покупать доллары, чтобы с этим не влетать. Третья волна коронавируса рискует накрыть Россию. О чем речь и чего многие сейчас опасаются. Вот мы смотрим на графики. В России вроде бы, вот верхний график это Россия, вроде бы все весьма неплохо. И идет на спад. Но, скорее, тут уже выход на некоторое плато. Но больше всего вызывает опасения мировой график снизу, который идет четко вверх и довольно интенсивно. И поскольку, вспоминаем, год назад была картина очень похожая. Когда до России все дошло с некоторым опозданием по отношению, например, к Европе, то есть сейчас, собственно, опасение, что эта волна дойдет и до России. И вот нам Мишустин заявляет, что надо не допустить ухудшения ситуации с ковидом в России. Она остается стабильной несколько недель подряд. Однако, многие эксперты предупреждают о возможности ее ухудшения. Поэтому, надо принимать меры, если что, реагировать незамедлительно, наращивать темпы вакцинации, говорит нам наш премьер-министр. Так что, будут бороться за то, чтобы так или иначе не допустить роста. Но тут, вот многие из вас писали комментарии, что цифры эти все им верить нельзя. И многие продолжают умирать от коронавируса, но прикручивают, что они умерли просто от ОРЗ или еще как-то. Поэтому, здесь не берусь сказать, конечно, насколько верхний российский график реально достоверен. Это всегда цифры и статистика в России всегда вызывают большие вопросы. Поскольку, я думаю, все, кто имел дело к отчетности перед государством, прекрасно представляют, насколько часто эта отчетность подкручивается в ту или иную сторону. Силуанов заявил, что затягивать нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики нельзя. Пора выходить, нельзя затягивать выход из мягкой денежно-кредитной политики. То есть, мягкая, это имеется в виду низкая ключевая ставка и низкие ставки по кредитам, которые есть сейчас. Чем дольше это будет, тем сложнее будет нормализовать. Пора выходить из последствий прошлого года. И это все, видимо, раз об этом говорит уже и министр финансов, и центральный банк об этом говорят. Скорее всего, вскоре у нас существенно пойдут вверх ставки по кредитам. И существенный рост ставок приведет к тому, что подорожает естественная ипотека, подорожают все кредиты. Вырастут ставки по депозитам. Тут совершенно разные прогнозы. Кто-то ожидает, что примерно до 6% вырастет ключевая ставка, то есть проценты на полтора. Кто-то иные цифры заявляет. Но, тем не менее, если это так, то может это довольно существенно ударить. Особенно, если отменят льготную ипотеку, ударить по рынку застройщиков. И, возможно, как раз все-таки мы дождемся некоторого спада в ценах. Но, с другой стороны, тут угадать не стоит. Так, потому что запросто могут и иной какой-то путь избрать. Допустим, лобби застройщиков все-таки сумеет сохранить льготную ипотеку и поддержать свою индустрию. Поэтому здесь вопросов много. Но, зачем это делают? Чтобы было понимание, почему вот сейчас министр финансов, центральный банк об этом говорят. Что дешевые деньги, дешевые ставки приводят к ускорению инфляции. Цены начинают расти все быстрее и быстрее. Поскольку денег становится больше. Товаров реально, наоборот, меньше. И, таким образом, разгоняется инфляция. Повышение ставок – это попытка сдержать эту самую инфляцию. Но, одновременно с этим, это бьет по бизнесу, которому становится гораздо тяжелее брать, привлекать средства. Они становятся просто дороже. Ну и, к слову, это, как правило, ведет к росту доходности по облигациям, к росту доходности по частным займам. То есть, если вы, допустим, вот я, у меня одно из направлений инвестирования, которое, к слову, дало очень хороший результат у меня за последние пару лет – это инвестиции в частные займы. То есть, частные займы имеются в виду, когда я индивидуально как-либо как физлицо, как индивидуальный предприниматель даю в долг другим компаниям. Тут, конечно, очень важный вопрос, как их выбирать, как снижать риски и так далее. Но зато это дает доходность на уровне 20-30% годовых. Там в зависимости от сроков займа бывает даже и под 40%, если краткосрочный займ на 3 месяца, допустим, под какой-то контракт. Минпромторг предложил перечислять в бюджет сверхдоходы от роста цен на металл. Ну, это примерно по аналогии тому, как сверхприбыль от роста цен на бензин перечисляется тоже в бюджет. Также и здесь предложили, чтобы не так много зарабатывали металлургические компании на росте цен на стройматериалы, чтобы забирать у них деньги в виде налогов. Но, по сути, надо понимать, что это всегда к чему приводит? Что это дополнительные налоги, которые в итоге ложатся на плечи конечных налогоплательщиков. Ну, то есть людей, которые будут закупать итоговую продукцию металлургов себе. Имеется в виду не то, что сам металл, но все то, что производится из металла, оно, скорее всего, вырастет в цене. То есть государство себе извлечет дополнительную прибыль за счет того, что подорожают цены для населения. Что, как правило, происходит. Ну, вот Набиулина, кстати, призвала отказаться от госрегулирования цен на продукты. То есть сейчас Минпромторг предлагает, наоборот, дополнительно начать регулировать цены на металл. Набиулина говорит, что от административных ограничений на цены надо как можно скорее отказываться. Потому что это начинает вносить такой дисбаланс в экономике. То есть когда государство, например, говорит принудительно, что условно такой-то продукт, молоко не продавать дороже 15 рублей. Я так, без привязки к конкретным ценам, а просто как пример. И это приводит к тому, что многие производители просто начинают сильно экономить на качестве, чтобы влезть в эти цены, условно разбавлять молоко водой. Либо просто отказываются это производить. Потому что их принудительно пытаются заставить сделать то, что они делать не хотят. Поэтому госрегулирование очень такой неоднозначный инструмент. И в большинстве случаев, за редкими исключениями, оно несет негативный характер. То есть негативные последствия для экономики в виде, либо просто товары пропадают с полок, либо начинает падать их качество. Либо в итоге государство отказывается в какой-то момент от регулирования. И в этот момент цены взлетают стремительно вверх, добирая все то, что они не добрали ранее. Глава Роснедра оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти. Вот это интересный вопрос. Потому что все-таки до сих пор Россия в основном, основной источник наполнения бюджета, это продажа нефти и газа. То есть там цифры меняются, естественно, в зависимости от цен на энергоносители. Но в целом около чуть более трети бюджета в виде разного рода налогов на добычу и продажу полезных ископаемых нефти и газа получает бюджет страны. То есть на треть. В прошлые годы было 40%. Сейчас несколько снизилось. Но это прежде всего снизилось в зависимости из-за падения цен на нефть. Так вот, при сегодняшнем уровне развития технологий запасов нефти хватит на 58 лет. Но, вот это очень важно, видите, я жирным выделял. Рентабельных из них хватит только на 19 лет. Правда, конечно, технологии развиваются и будет отодвигаться срок. Смогут все больше и больше добывать. Тем не менее, 19 лет это весьма немного. Газа хватит примерно на 60 лет. То есть вот на пару поколений вперед пока еще запасов хватает. Но это очень важный вопрос и серьезный вопрос, над которым обязательно в стране надо работать и пытаются работать. Правда, пока не слишком успешно, чтобы слезть с нефтяной иглой и перейти на другую продукцию. А не только просто распродавать условно свои недра. А начать что-то производить внутри страны, что будет востребовано всем миром. Набиулина предупредила нас о высоких рисках участия в IPO. При IPO очень высокие риски, говорит нам Набиулина. Надо заниматься инвестиционной грамотностью. Вот видите, Набиулина поддерживает нашу деятельность. Что надо развивать инвестиционную грамотность. Почему, чтобы сейчас, когда частные инвесторы массово вышли на этот рынок, они массово же не разочаровались. Но я думаю, что, ну конечно, она абсолютно права в плане того, что надо повышать грамотность. Здесь, ну кто ж поспорит. Конечно, у нас, к сожалению, пока население в целом крайне безграмотно финансово себя ведет. И даже в большей степени это касается не инвестиций, а базовых правил финансовой, правильной финансовой жизни. Это как откладывать часть дохода, что надо очень аккуратно пользоваться плохими кредитами, ну и так далее. А лучше вообще ими не пользоваться. Но такое государство никогда не скажет, потому что для государства плохие кредиты это хорошо. Чем больше население тратит, чем больше набирает кредитов, но в неких разумных рамках, тем для страны в целом это хорошо. Хотя для конкретных людей это плохо. Так вот, конечно, очень большое опасение здесь вызывает момент бума фондового рынка, который мы видим последний год. Вот, начиная вот с прошлой просадки в первую волну ковида, будет, обязательно будет сильный провал в какой-то момент. И это может очень сильно ударить по многим людям, которые сейчас на волне эйфории того, что вау, Тесла выросла 8 раз. Надо мне было все деньги туда вбухивать. И будут, как в ставках на спорт, все ставить на условную Теслу, которая потом рухнет, они все потеряют, будут банкротиться, будут жаловаться правительству, что их обманули. И это, конечно, Набиулина боится не зря. Ну и в частности она предлагает, что надо готовить закон, который будет защищать частных инвесторов, чтобы они, как бы, чтобы меньше куда смогли засунуть свой палец, в какую розетку. Доходы российских блогеров от рекламы выросли на 64%. Вот так вот. 20-й год дал бурное развитие рынка блогерства, поскольку многие сидели дома. Скажу честно, если вдруг вы смотрите меня больше года, то в прошлый карантин у меня получилась аналогичная ситуация. Я был на спортивных сборах в начале марта по триатлону в Испании. Мы там 10 дней подряд ударно тренировались и закончилось это все карантином. В Испании объявили карантин. Нам пришлось экстренно эвакуироваться из Барселоны. И мы прилетели, нас посадили на карантин на две недели. Мне делать было нечего сидеть запертым в квартире. И я клепал информационный контент на ютубе. Это привело к некому росту канала развития. Спасибо вам, что смотрите. Может быть, кто-то с тех времен смотрит. Хотя не могу сказать, что вот, наверное, на 64%. Хотя, может быть, это и по мне тоже похоже на правду. По крайней мере, за год, я думаю, что канал вырос, да, может быть, даже и более. Я думаю, что как минимум в два раза. Но в том числе и некие доходы, которые идут с ютуба от монетизации. Вот графики, которые показываются. При этом очень многие блогеры, как утверждаются, они еще и делают все в серую. То есть доходы просто получают на карту. Вот я свой доход получаю. Мне ютуб платит на мой счет индивидуального предпринимателя. То есть я с этого плачу 6%. Все делаю легально, но кто-то действует иначе. Онлайн-ипотека развивается. В марте количество сделок по онлайн-ипотеке выросло в два раза. Это, вы знаете, я вот это направление очень поддерживаю и считаю, что в России цифровизация очень неплохо развивается. Мне часто, знаете, пишут люди, что вот, Николай, у тебя только негатив, ты нашу страну ругаешь. Но это не так. Или, может быть, я недостаточно показываю каких-то положительных моментов, которые, безусловно, есть. И вот давайте я на положительном моменте сакцентируюсь. Мне кажется, что цифровизация весьма бурно развивается. Я это замечаю. Что все больше и больше бестолковых бюрократических процедур начинают уходить в онлайн и упрощаются. И это мне нравится. Я рад, что вот в нашей стране в этом плане идет положительный тренд. Что все больше можно не ходить куда-нибудь и собирать кучу миллион бумажек, а сделать это все онлайн. Это касается всего. Вот, например, у нас ребенок переходит сейчас с одной школы в другую. И да, там все равно кучу каких-то бумажек надо собирать. Они еще медицинскую карту его потеряли в школе. Там целый геморрой с этим связан. Но все равно какие-то процессы уже можно сделать онлайн. И там получение вот загранпаспорта я ребенку делал тоже там большую часть онлайн. Это постепенная вот такая цифровизация, она радует. И то, что онлайн ипотеки, это тоже вот я прошлые сделки. Две квартиры, которые я инвестиционные приобретал, приобретал дистанционно онлайн. Не приходя к нотариусу, не ходя куда-то, не неся в МФЦ документы. Все происходило онлайн. В этом плане я считаю, что у нас такой очень неплохой тренд. Надеюсь, что поддержите. Хотя, может быть, это не везде. Может быть, это пока вот в Москве активно идет. Напишите, пожалуйста, вот как замечаете ли вы развитие цифровизации. В целом. Понятно, что где-то остаются бестолковые сферы, пока еще не охваченные автоматизацией. Но в целом идет это дело. Перевод сделок на технологию блокчейна ускорит цифровизацию ипотеки. Вот продолжение этой темы. В России в скором времени появится платформа по оформлению ипотечных сделок на блокчейне. Вот это интересно. То есть развитие технологии блокчейн и на базе российской технологии мастер-чейн. И разработкой занимается Том.РФ, Минцифра и так далее. Это интересно. Безусловно, технология блокчейна это гениальнейшая технология в целом. Способна изменить очень существенно многие отрасли. Но вот возможно и платформа по оформлению сделать будет. То есть в чем ключевая идея блокчейн в том, что оно, во-первых, распределено. Во-вторых, там нельзя затереть следы. Это очень важно. То есть в частности, например, сделки по квартирам. Все, все сделки будут видны. И их нельзя будет скрыть. Как сейчас, допустим, проверка при покупке квартиры на вторичном рынке. Проверка ее истории это всегда целая песня. Затраты на юриста, чтобы он максимально проверил все документы. Теоретически блокчейн должен сильно повысить прозрачность этого рынка. Это тоже плюс. Хотя понятно, что цифровизация за собой тянет дополнительный фискальный контроль. Это надо понимать, что это не просто так для блага граждан. Это отчасти для блага граждан. И обосновывается, чтобы всем было удобно. Но это чтобы налоговая инспекция все четко видела. И могла еще сильнее трясти. Дерево. Минстрой предложил бы давать госсертификаты только на новостройки и ИЖС. Индивидуальное жилищное строительство. Здесь о чем речь? Что предлагают, например, маткапитал. Маткапитал и так сейчас только на новостройки. Но и другие сертификаты, которые есть. Видимо это касается в частности военной ипотеки. Еще чего-то. Давать возможность покупать только новостройки, а не вторичку. Чтобы поддерживать застройщиков, стройка всегда считается индустрией крайне важной, которая за собой тянет кучу всего. То есть, конечные покупатели квартиры финансируют самих застройщиков, производителей стройматериалов, производителей труб, электрики. В общем, очень много кто от этого выигрывает. Продажи элитного жилья в Москве установили исторический рекорд тем временем. В первом квартале 2021 года. Знаете, меня часто спрашивают, вот насколько элитное жилье это выгодно. Стоит ли, например, если есть ресурсы. Ну не то, что часто, но обеспеченные люди спрашивают. А вот может быть мне купить где-то в центре Москвы квартиру и сдавать. И знаете, что я вам скажу? Это самый бестолковый способ зарыть деньги. Непонятно куда. Ко мне приходят на персональные консультации много людей с подобными ситуациями. Когда человек приходит, говорит, Николай, я купил или почему-то чаще женщины купила или каким-то образом досталась квартира в центре. Я сделал или сделала там безумный, безумно дорогой элитный ремонт. Все там супер-пупер, мрамор и так далее. Все красиво. Только я вложил в эту квартиру 60 миллионов рублей. А сейчас максимум могу продать за 40 миллионов. Эту однушечку. И что мне делать? Таких примеров много. Поэтому квартиры в центре Москвы это худшая идея. Не рекомендую. Закон о туристическом жилье. Ростуризм и опора России пытаются ввести легализацию сдаваемых посуточных квартир. Но они это собственно и так легальная деятельность. Но хотят, что хотят сделать? Хотят присваивать каждому такому жилью индивидуальный регистрационный номер, который будет идентификатором жилья. Ввести некий реестр. Понятно опять же, чтобы и обладателям номеров автоматически придется платить налоги. И вновь вспоминаем, что все идеи автоматизации и прозрачности, они еще и про то, чтобы больше налогов собирать. Почему люди, кстати, выбирают посуточные квартиры, а не гостиницы? Вот основной критерий наличия кухни и стиральной машины, как утверждают опросы, по крайней мере. За биткоин придется отчитываться перед налоговой службой. В текущем виде закон предполагает право зафиксировать, право владеть криптой. А теперь хотят информировать о владении в обязательном порядке. Иначе будут большие штрафы вплоть до уголовной ответственности. Вот так вот. Так что счастливые владельцы биткоинов и других криптовалют, которые взлетели безумно. Поздравляю, скоро придется про это все рассказывать. Но рынок криптовалют, вот я как удачно заскочил. Я в конце декабря прошел обучение по криптовалютам. Зашел за три месяца этот рынок вырос в два раза. С одного триллиона рублей, долларов, прошу прощения, в январе. До двух триллионов капитализация всех криптовалют. Вот как она взлетела. Два триллиона это стоимость компании Apple примерно. Ну то есть огромный рост. Это касается не только роста биткоина. Это касается в целом развития индустрии криптовалют. То есть вот я в такой крайне растущий рынок успел запрыгнуть. Очень неплохо на этом заработать. Примерно с 6 тысяч долларов до сейчас 20 тысяч долларов у меня вырос этот портфель. Поэтому вот здесь синенькая это индекс S&P. S&P 1500 правда. Почему-то сделали не 500, а 1500. И снизу рынок криптовалют. Как он вырос. В России до рекордных показателей вырос спрос на интернет магазины. Да, давайте вернусь только к этому вопросу. Но если вдруг вы собираетесь сюда заходить, у меня есть подозрение, что уже поздновато идти на рынок криптовалют. Криптовалют слишком бурный рост, слишком уже высокие уровни. И не то, что это значит, что это поздно. Нет, но высокий риск того, что вы опоздали. Поэтому и так-то рынок криптовалют очень рискованный. А сейчас? Но я бы с большой осторожностью сюда заходил. В текущий момент. Это мое мнение. Может быть вы иначе на это смотрите. Хотя совершенно разные есть подходы. Так, рекордный спрос на интернет магазины. Почему-то начинают активно спрос на готовый бизнес. Вырос на 10%. И активнее всего именно на интернет магазины. Видимо много людей либо потеряли работу, либо что-то еще ищут альтернативы как заработать. Город-лидер по росту цен на жилье. На удивление, Москва только на 24 месте. На первом месте Калининград. А вот таблица примерно на 10%. За первый квартал выросли цены год от года. То есть первый квартал этого года к первому кварталу следующего. Питер на седьмом месте. На втором месте Нижний Новгород, Улан-Удэ, Сочи, Балашиха. Вот лидер. На подмосковный город у меня там одна из доходных квартир. Страны G20 обсудят неравномерное восстановление экономик мира в условиях пандемии. Что бедные страны, им не хватает вакцин, у них все плохо. Но правда им не планируют списывать долги. А лишь заморозить долги, чтобы они как-то пережили это дело. Ну и финальная новость. Зум запретил доступ к сервису российским компаниям, госкомпаниям и госучреждениям. Из-за риска санкций со стороны США. Вот так вот. Зум не работает на рынках, которые считают токсичными. Видимо Россия считается токсичным рынком. Но вот доля России в выручке Зум менее 1%. Поэтому не хотят рисковать. И для госучреждений, госкомпаний запретили доступ. Песков нам говорит, что свято место пусто не бывает. И быстренько найдут альтернативу. Но скажу честно, Зум конечно штука. Это гениальное изобретение. Я очень активно сам лично пользуюсь. Для многих целей. Хотя безусловно есть и аналоги. И можно что-то найти. Но конечно вот такой вот запрет крупных платформ. Надеюсь YouTube не запретят. Хотя об этом тоже сейчас идет речь. Что они запретить ли. Ну что же друзья. Вот такой у нас получился длинный интересный выпуск. Надеюсь было вам полезно. Всем удачи. Хорошего дня. С вами был Николай Мрачковский.